В эфире программа «Городские новости». Здравствуйте в студии Оксана Ветрова. Труд тяжелый, а зарплата скромная. Вчера об этом невеселом соотношении едва ли не в один голос говорили работники коммунального предприятия «Стимул» на встрече с исполняющим обязанности главы администрации Харциска Александром Левченко. Подробности в материале Ольги Авилкиной. Вопрос оплаты труда за время встречи звучал в зале не единожды. Работники «Стимула» напомнили Александру Левченко его же обещание о повышении зарплаты. Да, я пообещал, мы потихоньку начали повышать и будем потихоньку повышать, насколько это возможно. Получится кардинально увеличить заработную плату, увеличим кардинально, не на 5%. Получится на 50, сделаем на 50. И при каждой встрече с вашим руководителем, поверьте мне, у меня первый вопрос, как обстоит дело с повышением людям заработной платы. В мае работники «Стимула» получили к зарплате 5-процентную добавку. В июне за интенсивность труда коммунальщикам была насчитана доплата от 5 до 15%. Учитывая, что озеленители получают 4600 рублей, а уборщики территории и того меньше, говорить об ощутимом росте материального благосостояния пока не приходится, сетовали рабочие. И все же первые шаги сделаны, как и было обещано, акцентировал внимание трудового коллектива Александр Левченко. И выполняйте такую же работу с честью и достоинством. Большое вам за это спасибо. Я в очередной раз восхищаюсь вами и буду делать все для того, чтобы у вас уничтожили все условия труда и условия оплаты. Рабочий инвентарь «Стимула» также оставляет желать лучшего. Было замечено в ходе встречи. Замглавы администрации Харциска Виталий Смык сообщил, что расходы на приобретение инструмента регулярно закладываются в бюджет, но нерегулярно финансируются. Была затронута и горячая тема торговли в неустановленных местах. В частности, в самом центре города постепенно превращается в рынок один из тротуаров. Косить газон и убирать мусор в этом районе теперь весьма проблематично, обратили внимание главы города коммунальщики. «Отработки будут идти в том числе Первомайское и Краснознаминское пересечения, потому что там перекресток, пешеходные переходы. Это, во-первых, первая безопасность пешеходов, которые передвигаются, спотыкаются об эти все баночки, ведерки. С одной стороны, вроде бы как удобно, да, вот рядом, но с другой, ну не положено там, не должно там этого быть. Поймите, ну с тротуара могут продавать непонятно что, но мы боремся с этим. У нас инфекционные заболевания идут непонятно где, что люди подхватывают, что скушали. По Шалимово мы также навели, скажем так, порядок, люди спокойно могут пройти и все находятся на территории рынка, места там достаточно. И вам не надо нагибаться, и вам не надо толкаться. Допустим, участились кражи кошельков, ну поскольку толчая, у человека спокойно, мошенники, карманники вытаскивают, можно сказать, что последний день, понимаете? И улица чистая стала, по ней можно спокойно пройти». И, конечно же, Александру Левченко был адресован вопрос о выбоинах на городских дорогах. Разбитое асфальтное полотно доставляет неудобства не только автомобилистам, но и тем, кто эти дороги убирает. Объемы финансирования ремонтов, запланированных на третий квартал, станут известны в ближайшее время, отметил градоначальник. Тогда и будет понятно, проезжую часть каких улиц удастся привести в порядок в ближайшие три месяца. Очищение огнем, хороводы, гадания незамужних девушек насуженного. Вчера вечером всем этим старинным ведовством харцезяне отметили в городском парке древний праздник восточных славян, посвященный летнему солнцестоянию – День Ивана Купала. За магическими обрядами, наполненными сакральным символизмом, наблюдала наша съемочная группа. Центром притяжения народных гуляний на Ивана Купала стал, разумеется, парковый пруд. Вместе с артистами молодежного театра студии «Браво» харцезяне погрузились в атмосферу магических ритуалов праздника. Взрослые и дети загадывали заветные желания и завязывали ритуальные разноцветные ленты на березе. Мы по традиции сегодня решили провести театрализованный праздник. Наши жители города Харцезка увидели прекрасные, замечательные танцы, прекрасная музыка звучит, колоритный фольклор со всех сторон. Настроение прекрасное. Очень много конкурсов, призов. Детвора просто в восторге. Венок на голове – неотъемлемый атрибут праздника. По старинным обычаям девушки вплетали в него 12 цветков, каждый из которых становился определенным символом. Харцезянки свои праздничные головные уборы сплетали из местного разнотравья. Получилось красиво. К ульминации вечера будет, конечно же, зажигание костра, через который смогут прыгнуть все те, кто захочет, как говорится, огнем сжечь весь негатив себя. Поэтому я сегодня еще думаю, что много чего будет. Будем пускать венки на воду, будем зажигать свечи. И девушки отправятся на поиски суженого-ряженого. Я думаю, что всем удастся найти свою любовь. Особую мистическую атмосферу народным гулянием придали гадания на суженого. Девушки с замиранием сердца опускали венки на воду, чей венок дольше всех проплывет, да и будет всех счастливее. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ближе к заходу солнца организаторы разожгли костер. Хоровод вокруг него тоже обязательная часть праздника летнего коловорота. Принято считать, что купальский огонь выполняет функцию очищения. Но смельчаков пройти старинный обряд и прыгнуть сквозь пламя оказалось не так уж много. Впрочем, весело было всем. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Студенты, отучившиеся в университете хотя бы пару семестров, отправились проходить практику на предприятиях республики. Зуевская тепловая электростанция – одно из крупнейших энергогенерирующих предприятий республики. И если для харцезян или тем более жителей Зугреса и Зуевки 330-метровая дымовая труба и башни Градирин-Зутес давно стали неотъемлемой частью горизонта, то на донецких студентов очное свидание со станцией произвело неизгладимое впечатление. Ведь одно дело читать о чем-то в учебнике или слушать лекции. И совсем другое – своими глазами увидеть, как все это работает. Мы с группой, я третий курс и первый, приехали, вот уже с понедельника мы находимся на этой станции, у нас проходит производственная практика. Больше всего понравились градильни. Масштабные размеры впечатляют, особенно когда внутри. Нам показывали их изнутри, выглядит очень красиво и интересно. Гостям показали топливно-транспортный цех, котло-турбинный, рассказали, как охлаждается вода в Градирнях. В итоге студенты оказались едины в своем желании по окончании учебы в университете пройти стажировку именно и непременно на Зуевской станции. Завтра, 8 июля, в ДНР отметят День семьи, любви и верности. Этот день не случайно совпадает с православным праздником, Днем Святых Петра и Февронии, покровителей христианского брака. Накануне этого семейного праздника министр труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина приехала в Зугрес навестить одну из семей, которую, наверное, можно считать образцовой как раз в области семейной любви и верности. В семье Сосновых воспитывают шестерых детей, пятеро из которых приемные. Все они сегодня с благодарностью и естественным детским любопытством принимали подарки от министра труда и социальной политики ДНР Ларисы Толстыкиной. Очень символично, что мы к вам приехали накануне такого очень красивого праздника православного, очень такого человечного, День семьи, любви и верности. И вот мы хотим поздравить вас, Игорь, вас, Елена, ваших девчонок с тем, что у вас замечательная семья. Несмотря на все сложности и трудности, вы, самое главное, сохранили тепло и любовь. Глава семьи Игорь Михайлович в 2014 году получил ранение, из-за которого не смог продолжать службу в вооруженных силах республики. Папу очень поддерживают все его девочки и в таком окружении невозможно долго грустить. Сначала он хотел, я хочу сына, наследника, а когда уже с девчонками связался, по-моему, он уже не хочет мальчика. Он говорит, это же косички, это они меня обнимают, они меня там это, и я как масло таю. В 2010 году мы Наташу взяли первую, да, это был такой живчик, это такая шебутная, она страшно хотела понравиться. Вот, а ей было, ну, почти восемь, семь с половиной. В доме постоянно звучит детский смех, и это придает семье Сосновы жизненные силы, рассказывает Елена Александровна. А еще здесь всегда с удовольствием принимают гостей. Переживали, конечно, очень сильно. Старались где-то там что-то, ой, давайте вот это уберем, давайте вот это уберем. Все это какая-то суета, суета. А потом уже, когда вот зашли, я смотрю, ну да, конечно, им радостно, им приятно. Они ждали, да подарки все любят, наверное. Сосновы готовы расширять свою ячейку общества и в будущем подарить любовь и заботу еще не одному ребенку, оставшемуся без родительской опеки.